Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Да, братья и сестры, приветствую, кто подключается сейчас к этой утренней молитве Во имя Господня всех приветствую Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Дорогие братья и сестры, слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись Которым спасены, которым спасаемся Аллилуйя Сегодня совершим вновь также хлебопреломление Причастие Ихаристию Святую Восхваление Возблагодарим Бога Всемогущего Слава Богу И сегодня Начну со Слова Божьего Хочу начать С послания Иоанна Потому что та цитата, которую я поставил из своих проповедей, будем договорить, взял такую цитату И вот Она говорит как раз о любви О том, что Бог есть любовь И потому и я есть любовь И даже там такое выражение, что Скажи мне, кто ты Бог, я скажу, кто ты Вот И наш Бог есть любовь Бог, возлюбивший мир Бог, создавший этот мир И возлюбивший этот мир И отдавший свою жизнь за нас Бог Всемогущий Спаситель Бог Всемогущий Не только создал этот мир Он и спас этот мир Спас По великой своей милости И вот я читаю Из первого послания Иоанна Четвертая глава Седьмого стиха И далее Первая Иоанна Четвертая глава Седьмой стих Возлюбленные Пишет Тоже вот Хочу обратить ваше внимание Сразу же Что Мы возлюбленные Дети Божьи Будем любить Друг друга Потому что Любовь от Бога Действительно Мы возлюблены Богом И потому любить нам Естественно Не любить Детям Божьим Противоестественно Это Неестественно А естественно Любить И вот здесь Как раз указание Очень четкое Такое Откровение Раскрывается Будем любить Друг друга Потому что Любовь от Бога А это же Любовь она в нас Поэтому Действительно Это естественно Любить И неестественно Невозможно Просто для Чада Божьего Не любить Потому что Бог есть Любовь действительно Любовь от Бога Слава тебе Господи И всякий Любящий Рожден От Бога И знает Бога То есть Важнейшая Характеристика Детей Божьих Чад Божьих Сыновей Дочерей Божьих Именно Любовь Что Да Любящий Рожден От Бога И знает Бога Бога Познание Вот Знание О Боге Это Как бы Одно Знание Вот Но Я Всегда Ну часто В проповедях Так И у себя В церкви И в гостях Когда бываю Так вот Разделяю Знание О Боге И Знание Бога Познание Бога Разные Состояния Вот И Некоторые проповедники Это На таком Примере Ну как бы Я тоже Привожу Часто Такой пример Вот И Потому что Слышал я это От многих Проповедников И мне это Кажется Убедительным Примером Таким Вот Знание Допустим Жених И невеста Вот мы Допустим С моей Супругой Когда еще Не были Женаты Еще Только Познакомились Еще Только Встречались Только Общались Еще Мы Знали Друг друга Еще Узнавали Друг друга Но Когда мы Стали мужем И женой Уже Познали Друг друга И познаем Друг друга Вот Это Другой Другой Опыт Это Мы Те же Самые Но Другой Опыт И вот Тоже Здесь На этом Примере Знание О Боге Как бы Да В принципе Знание О Боге Более Или менее Оно Рассеяно По всему Роду Людскому Это Знание О Боге Оно Есть Во всем Роде Лицком Во всем Роде Человеческом Любому Человеку Абсолютно Достаточно Просто Немного Заглянуть Внутрь Себя И Обнаружить Это Что в нем Это и есть Некое Первобытное Знание О Боге Естественное Природное Знание О Боге И Даже Через Рассматривание Творений Человек Уже Некоторые Знания О Боге Выносит Для себя И он Углубляет Эти знания Порой Даже Очень Даже Хорошо Примером Тому Являются Многие Философы Древности И Мыслители Древности Которые Через Рассматривание Творений Выносили Суждения О Творце О Создателе Это Удивительно Много Таких Примеров Так вот Но Познание Бога Это Иное И Познание Бога Я так Рассуждаю Оно Возможно Когда Бог Познает Нас Мы Познаем Его Вот Это Какой-то Такой Процесс Удивительный Но Есть Точка Вот Это Момент Как Скать Такой Рубикон Как Да Вот Как Допустим Вот Мы Встречались Общались С моей Будущей Супругой Мы Знакомились Мы Вначале Увидели Друг друга Вообще Вообще То Вначале Увидели Друг друга Не Знаю Как Кто Верит Не Верит Любовь С первого Взгляда Или Как-то Еще Но Я Увидел Ее И В храме Я у них В храме Тоже читал Пил Я увидел Ее И У меня Внутри Что-то Ёкнуло Такое Не Знаю Я Сразу Понял Так Что Мое Моя Знаете Я не знаю За что купил За то продал Вот так Действительно Как-то Она Эмоции Можно Даже Ничтожные Маленькие Знания О Боге Первобытные Еще Такие Знания Потом Знания Уже Глубокие Большие Знания Но Момент Познания Происходит С того момента Как В взаимоотношении Мужчина Женщина Роспись Венчание Бракосочетание Они уже Муж и жена Законные Каноничные Муж и жена Вот Так Для Человека Является Момент Духовного Возрождения Рождение Свыше Иисус Сказал Так Кто Не родится Свыше Тот Даже Не уйдет Царство Божье То есть Он Даже Будет Знать О Царстве Божьем Многим Он Может Даже Проповедовать О Царстве Божьем Много Он Даже Может Учить О Царстве Божьем Много И Удивительно Знать Все больше И больше О Царстве Божьем И даже Думать Что Он Уже Там Но Иисус Сказал Никодим Одному Из учителей Израиля Что Если Не родишься Свыше Если Вновь Не родишься Не Переродишься Духовно Не То Ты Не Увидишь Царства Божьего И В этот момент Рождение Свыше Рожденный От Бога Знает Бога Кто Не Любит Тот Не Познал Бога Потому Что Бог Есть Любовь Кто Не Любит Тот Не Познал Бога Потому Что Бог Есть Любовь Потому Что Знание О Боге Да И Познание Бога Я еще Раз Хочу Ваше Внимание Акцентировать Что Это Немного Разные Вещи Да И Порой Принципиально Разные Вещи Вот Кто Не Любит Тот Не Познал Бога Потому Что Любит Тот Кто Действительно Познал Бога Кто Познает Бога Кто Родился Свыше И Кто Познает Бога Бог В честь Сердце Пришел И Жизнь И Углубляется 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 Вчера После Служения Мы Пили Каву Здесь На Кловской У нас Служение На Кловской Улица Первомайского 6 Каждое Воскресенье Ну В следующее Воскресенье Вообще-то 23 Получается Уже Да Сентября Вересня Я Буду На Хрещатике Потому Что У нас Свято Подяка У нас Праздник Это Такое Самое Масштабное Событие Года Христианское Событие Года Здесь В Киеве И по всей Украине Это Праздник Благодарения Поэтому Пользуясь Случаем Тоже И прошу Ваших Святых Молитв Я Вчера Об этом Проповедовал В церкви Посмотрите Видеозаписи Вчерашние Уже Выложил Вчера Поздно Вечером Но Загружал Уже Эти Видео И Загрузились Они Размещены Уже Можете Посмотреть Все Это Сегодня Один Еще Сделаю Такую Ссылочку В социальных Сетях Надо На фейсбуке Чтобы люди Могли Тоже Посмотреть На самом Деле Вот Хорошие Мысли И еще Скажу Что Вот После Служения Вчерашнего Мы Уже По какому То Обычаю Что Там К метро Шли И Возле Метро Значит Кокловская Ну там В принципе Леонидов Первомайского 6 Наш адрес Где мы Арендуем Помещение Это Возле Метро Там Три Дома Пройти Вот Значит Возле Метро Там Ковьярня Кофейня Такая Очень Вкусный Кофе Делают Вот И Такой Простой Ковьярня Ну такая Передвижная Прямо там Возле Метро Недорогая Дешевая Такая И вкусная Вот И мы Там Пили Значит Кофе Подошел Один мужчина Просто Там Несколько Человек Подошло Я был В ряде И поэтому Люди Подходят Часто Вот Значит И чаще Все Люди Конечно Ну Либо Пьяные К сожалению Да Либо Бомжи Несчастные Вот Да Хотя Разные Люди Подходят Бывают Знаете Ленов Вот Это Люди Больные Сердцем Да Ищут Этого Исцеления Но К сожалению Вот Тот Человек Который Подошел Вот Он Был Очень Уже Пьяный Был К сожалению По всей вероости Ему Насам Не нужна Была Помощь Вот Но Сердце Его Страдало Но Он Был Пьян И Это Сделало Невозможным Наш диалог Вообще К сожалению Потому Что Когда Трезвый С пьяным Говорит То Про Фобу И про Ерему Знаете ли Это совершенно Я ему Говорил о Боге Хотя Он Высказал Такую Интересную Мысль Хотя И пьяный Он сказал Что Ягод Работал Учителем Когда-то Видно Что Грамотный Человек И даже Его Алкогольное Опьянение Все-таки Показывает Что Когда-то Он Был Умным Человеком И Знаете И Он Говорит Что Вера У меня Говорит Вот Здесь Она В душе И Знаете Я говорю Да Человек На самом деле Он Даже Порой Пьяного На языке Что Трезвого На уме У него Где-то Глубоко Внутри Это И есть Вера Но Знаете Ли Момент Вот Этого Рождения И Любой Человек В принципе Любой Человек Он Скажет Это Трезвый Пьяный Неважно Грешный Неправедный Любой Что У меня В душе Вера Внутри Сердца Но Знаете Ли Порой Эта Вера В сердце Она Так Глубока Как Уже Как Похоронена Уже Знаете Ли Печально Что Не Раскрывать Эта Вера В судьбе Человека Но Я Помолился Вкратце Из одного Из другого Человека Еще Тоже Вкратце Помолился Пожелал Чтобы Вера Божья В них Проявилась Действительно Проросла Чтобы Было Как Семя Слава Богу Уже Несколько Раз Были Общения Такие Тоже С пьяными Здесь На улице И Подходили Ко мне В рясе Когда Видели Меня С крестом На груди Подходили И Я молился И были чудеса Интересные Порой Такие Ахмель Сходил С человеку Очень Во счета Вообще И Человек Уже Слушал Слово И Сам Удивлялся Что Такое Случилось Что Произошло Я не пойму В чем Дело Он Был Пьяный Еще Секунду Назад И Он Трезвый Да Удивительно Конечно Божья Благодать Порой Касается Людей Слава Богу И Вот Друзья Мои Познание Бога Дает Любовь Потому Что Бог Есть Любовь Кто Не Любит Тот Не Познал Бога Можно Перефразировать Так Кто Любит Тот Познал Бога Кто Любит Почему Потому Что Бог Есть Любовь Вот Конец Этого Восьмого Стиха Бог Есть Любовь И Вот Удивительно Таинство Дальше Вот Любовь Божья К нам Открылась В том Что Бог Послал В мир Единородного Сына Своего Чтобы Мы Получили Жизнь Через Него Вот Тот Стих Тоже Из Иоанна Но Из Евангелия От Иоанна 3.16 Да Ибо Так Возлюбил Бог Мир Мы Говорим Этот стих Является Ключевым В христианском Понимании Миросозерцании В христианской Теологии Независимо От конфессии Нашей Деноминации Православные Протестанты Католики И Неконфессиональные Разные Разные Течения Многовитвистые Древа Христианства Но Все Христиане Проповедники Всем Кого я столько Слышал Все признают Что вот этот Стих Иоанна 3.16 Он является Таким Неким Ключом К пониманию Всей Библии Вообще Я скажу Не только К Библии Вообще К пониманию Всей жизни И Этот стих Начинается Такими словами Ибо так Возлюбил Бог Мир Представляете То есть Евангелие Оно Благая Весть Для Истрадавшегося Человечества И не только Человечества Потому что Все Страдает Вся тварь Стинает И мучается Все творение Стинает И мучается В этом временном Пространстве В этом временном Мире Вся тварь Все творение Стинает И мучается Ожидая Откровения Сынов Божьих Друзья Мои Братья И сестры Весь растительный мир Страдает И мучается Животный мир Страдает И мучается Мир насекомых Рыб Присмыкающихся Все 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 тварное Об этом мире Все стинает И мучается Ожидая Откровения Сынов Божьих Живая Неживая Материя Как мы говорим Все Оно Все живое На самом деле Потому что Бог Он Не творит Мертвый Он творит Все живое И он Действительно Сотворил Этот мир И После Грехопадения Которое Произошло Тогда Вот 5779 лет назад Согласно Библии Почти 6000 лет прошло Слушайте Друзья Уже Достаточно Много Времени Ну и Не так И много Почти 6000 лет 5779 год Мы вот Встретили На днях Вот как раз От сотворения Мира От Адама И вот Тогда же Произошла Эта драма Вот И История Пошла Вклиф И вкось Пошла Под наклонный Вниз Вот Но по милости Господней Два Тысячелетия Тому назад Кривая Наши Истории Пошла Резко Вверх Вот И Вот на протяжении Двух Тысячелетий История Человеческого Рода Поднимается Вверх Удивительное Чудо Происходит Крест Голговский Крест Иисуса Христа Стал Вот этой Вот Просто Действительно Точкой Возврата Будем так Говорить Есть точка Не возврата Это Точка Возврата Точка С которой Мы стали Возвращаться Слово Возвращение И слово Покаяние В еврейском Это одно Слово Шва Даже вот Суббота Бывшая Прошедшая Суббота Позавчера Она как раз И называлась Суббота Возвращения Шаббат Шва Вот Удивительно И вот Все эти первых Десять дней Этого года Мы называем Днями Ну Покаяния По сути Швы Днями трепета В традиции Народной Нашей Еврейской Мы называем это Днями трепета Я это называю еще Чтобы было понятно Потому что Русскоязычному И русско Понимающему Человеку Русско Думающему Человеку Очень Трудно порой Вот слово Трепет В библейском Смысле слова Уявить Уяснить Для себя Так вот Я поясняю Такими Словами Что это Дни трепетной Любви Трепетная Любовь Вот это будет Лучшее Объяснение Того Что Библия Называет Трепетом Пред Богом Трепетная Любовь Трепетная Любовь В том Любовь И вот этот Библия 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 Трепетная Библия 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 Лань Ну я Ну Ну Мама Лань Да Она Значит Бежала С оленятами Своими Там Или Своими Детьми Вот И за ней Бросились Бежать Гепарды Какие-то Там Или Ну Хищники Ляпки Леопарды Такие Пятнистые Кошки Бросились И Сама Эта Мама Да Лань Она Могла бы Там Убежать Быстро Вот И там Фотограф Который Снимал Этих Животных Ну Как Типа В мире Животных Снимают Вот Они Не вмешиваются В мир Животных Но Их Задача Именно Снимать Вот Эти Самые Такие Выразительные Примеры Из Их Жизни Вот И Тот Фотограф Что С С Снимал Вот Эту Сцену Он Был Шокирован Даже Там Потом Был Комментарий Написано Было Что Настолько Он Был Шокирован Всем Этим Происшествием Что Фотограф Даже Был В депрессии Какое-то Время После Этого Попал В депрессию Представляете Вот Душа Фотографа Она Просто Не выдержала Даже Он Был В депрессии Ну Видимо Человек Неверующий Был Но Опять Таким У него Опыт Знание О Боге Души Первобытное Знание О Боге Есть Потому Что Всякое Проявление Любви Это Действительно Сочувствие Сострадание Альтруизм И прочее Это Все Как раз Именно Пример Знание О Боге Даже Если Нет Познания Бога Есть Знание О Боге Уже Первобытное Врожденное В каждом Человеке Уже Есть В каждом Человеке Есть Что Это Светлое Доброе Это Есть Знание О Боге Познание Знать О Боге Заглянув С самого Себя Уже Есть Некое Знание О Боге Пусть Это Первобытное Врожденное Природное Заложенное Самим Творцом А потом Оно Развивается У многих Так Вот Фотограф Он Был Шокирован Происшествием Потому Что Мама Остановилась И Отвлекла С собой Этих Хищников Вот И Смотрела Вот Он Запечатлел Последние Кадры Ее Жизни Последние Секунды Доли Секунды Ее Жизни Снимал И Она Смотрела С таким Спокойствием Вот Вдаль Как дети Убегают Ее Хотя Хищники Уже Набрасывались Одна Кошка Уже Впилась Уже Сюда То Ей Уже Было Больно Физически Но Она Смотрела И Вот Это Удивительное Выражение Было Ее Лица Вот Значит Да Скажу Так Хотя Обычно О животных Мы говорим Морда Но Я Не могу Сказать Вот Так Потому Что Там Действительно Запечатлелось Лицо Порой И У человека Знаете ли Морда А порой И у животного Лицо Когда Творец Отображается В нас То У нас Лицо Когда Мы Творца Не отображаем Отображаем Зло То У нас Просто Морда И Не важно Мы кто Собаки Или Человеки Ой Господь Помилуй Да Та Мама Смотрела С удовлетворением Смотрела С радостью Хотя Ее уже Начали Уже Рвать А потом Он написал Что Что На глазах У фотографа Эту Маму Хищники Порвали На части Просто Голодно Эти кошки Разорвали Съели Вот Но дети Убежали Удивительная История Самопожертвование Просто Тот фотограф Я так понимаю Он не подозревал Что У животных Тоже душа Есть Вот А Бог Создал Все И он То Что Бог Творит Бог Не творит Никогда Мертвое Бог Творит Только Живое Мертвые Боги Творят Мертвое Живой Бог Творит Всегда Живое Даже Сама Земля Думаете Земля Не живая Все Живое Просто Разные Формы Это Жизнь Будем Говорить Бытия Но Все Несет Отпечаток Творца Даже В камнях Есть Жизнь Во всем Есть Жизнь Вот И растительный мир Отображает Творца И животный мир Отображает Творца Истина Это мучается Ожидая Открывения Сынов Божьих А наипаче Сам род Человеческий Созданный По образу Подобию Его Отображает Творца Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Царь Вселенной И он Отдал Свою жизнь За нас Сам Господь Иисус Христос Пример Причастия Сегодня Друзья Он Оценил Нашу жизнь Та Мама О которой Я рассказал Сегодня Выше Которая Отдала Свою жизнь Это Мама Лань Или Олениха Я не знаю Как назвать ее Даже Вот Она Дала Свою жизнь За Детей Вот И Позволила Хищникам Разорвать Себя Почему Потому что Она Свою жизнь Почла Меньшей В сравнении С жизнью Тех Кого Она Родила Вот Она Смотрела На Свою Дитя Значит Да Значит И Она Жизнь Дитя Своего Оценила Выше Чем Свою Жизнь Если К примеру Человек Ценит Свою Жизнь Больше Чем Жизнь Ближнего Человека Возле Него Находящегося Он Никогда Не отдаст Свою жизнь За Его Жизнь Он Отдаст Свою жизнь Только лишь Тогда Когда Он Жизнь Ближнего Своего Того Человека Который Возле Него Ценит Выше Чем Свою Жизнь Тогда Он Это Сделает И Только лишь Тогда Иисус Говорил Что Нет Больше Той Любви Когда Человек Отдает Жизнь Свою За Ближнего Своего И Он Сам Господь Казалось бы Да Это Евангелие Оно Для неверующих Кажется Абсурдом Как Бог Творец Сего Мира Даже Многие Христиане Не понимают Как Бог Самодостаточен Бог Он Велик Он Ни в чем Не имеет Нужды Неправда Это Ложь Любовь Она Не такая Она Не ищет Своего Она Не живет Для себя Лишь Она Не Самодостаточна Порой Описание Бога Которое В умах Христиан Это Описание Эгоиста Ой Но Бог Наш Не такой Он Неравнодушен Он Не Самодостаточен Потому что Он Есть Любовь Если бы Он был Самодостаточен И Самодоволен И Жил Сам Для Себя И Если бы Двуногих Тварей Миллионы Ольга Да Доброе утро Пастор Благостовенного Дня И вам Благостовенного Дня То Бог бы Никогда Не отдал Свою жизнь За нас Но Он Оценил Нас Выше Себя И Примирил Бог Во Христе Собой Весь мир Возьмите Хлеба Возьмите Виноградного Сока Если Нет Сока То Налейте Просто Воды Возьмите Хлеба Какой Есть У вас Хлеб И Возблагодарите Бога Приломите Со мной Примите Тело Христа Кровь Иисуса Христа Как Удостоверение Его Любви Как Доказательство Его Верности Его Веры Его Надежды Его Любви Спасибо Тебе Господь Благословен Ты Бог Наш Царь Вселенной Давший Нам Хлеб Из Земли Благословен Ты Бог Наш Царь Вселенной Давший Нам Плод И Наград Наград Аминь 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 Если не Наград Наград Аминь Аминь Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Господь, за жизнь Благодарю Тебя, Господь, Лехаэм, за жизнь Ты отдал свою жизнь за жизнь всего мира Я благодарю Тебя, Господь, что благодатью мы спасены И это не от нас, это Божий Твой дар святой Благодарю Тебя, что, Господь, Боже, Ты возлюбил мир И отдал Себя за нас Бог во Христе примирил с Собою мир Не вменяя людям преступления их И дал нам слово примирения Слово Евангелия Аллилуйя Через кровь Иисуса Христа Я имею жизнь вечную Спасение Исцеление Благословение все Твои, Боже Благодарю Тебя за любовь Твою За любовь Бог есть любовь Бог есть любовь Да благословит Тебя, Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя, Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры Ибо нет другого имени под небом Данного нам, людям Которым надлежало бы нам спастись Которым спасены мы, которым спасаемся Слава Христу Благословляю всех вас во имя Господне С миром Божьим Спасибо, Боже, Свою Гуще За Твою любовь Побудем какое-то время Сейчас один на один с Богом Каждый из нас поблагодарим за Его любовь Помилуя Спасибо, Господь, спасибо Иисус спас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!